МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По мнению Марка Твена, настоящую радость жизни дарят спокойная совесть, добрые друзья и хорошие книги. О книгах хороших и очень хороших, об их авторах, издательских новинках и литературных событиях расскажет программа про чтение и я, Мария Бравикова. Смотрите в этом выпуске. Читать модно лучшие книги Майя. Эксклюзив из Швейцарии, интервью Паула Каэлья. И краткое прочтение. Лучшие события месяца. Начнем с нашего традиционного топ-5. Открывает список бестселлеров фантастический юмористический боевик Ольги Громыко, космопсихологи. Продолжая линию романов «Космобиолохи» и «Космоэколохи», автор рассказывает о буднях бравого экипажа межгалактического корабля. Люди и киборги с бластерами и плазмометами на готове несут вахту во Вселенной. Между делом валяют дурака, смотрят мультики и наслаждаются сгущенкой. Юмор еще и в том, что одна книга заключена в двух томах с веселыми картинками, многочисленными иллюстрациями Екатерины Гаевской. Такая вот графомагия. Те, кого интересует, как в 41-м году добро победило зло, читают Полину Дашкову. Соотношение сил – новый исторический детектив о Второй мировой войне. Основа сюжета такова. В Третьем рейхе идут работы по созданию уранового оружия. У Гитлера есть шанс получить атомную бомбу, а у энтузиастов и ученых из Советского Союза и Европы шанс этого не допустить. Вывод из такого соотношения сил очевиден. Сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Имена многих великих писателей прочно связаны с воспетыми ими птицами. В литературу давно вошли с воробьем Катул и с ласточкой Державина. Это крылатое выражение принадлежит Владиславу Ходосевичу. Теперь настал черед Дины Рубиной. Ее русская канарейка поддерживает и развивает сложившуюся художественную традицию. Первые две книги детективно-шпионской трилогии «Желтухиный голос» уверенно удерживают читательский интерес. Увлекательный роман о любви к птицам и о любви вообще от мастера современной прозы. Из песни слова не выкинешь. Оно и радует. Ну а безусловным лидером майского рейтинга остаются 100 лет одиночества Гарсия Маркеса. Великая книга колумбийского писателя о нескольких поколениях семьи Буэндиа, где одиноки все, причем каждый по-своему одна из бесценных жемчужин мировой литературной сокровищницы. Маркес писал о том, во что верил. В нашем призрачном, равнодушном и жестоком мире единственная, но зато вечная реальность – это любовь. А теперь к главной теме сегодняшней программы. В преддерии выхода новой книги Паула Коэлья на русском языке мы показываем эксклюзивное интервью бразильского писателя и мыслителя про чтение. Паула Коэлья – бразильский писатель и поэт, кавалер французского ордена Почетного Легиона, посол мира ООН. Автор 30 книг, переведенных на 80 языков и вышедших в 150 странах мира тиражом более 300 миллионов копий. Международный успех писателю принес бестселлер «Алхимик», написанный в 1987 году. Паула, здравствуйте. Насколько я знаю, в юности вы не сумели задать вопросы своему кумиру Борхесу, а потом поняли, что проще всего было бы угостить его чаем и спросить, как вам мой чай, а Борхес сам бы все вам рассказал. С вами это сработает, особенно учитывая, что мы у вас в квартире и вряд ли сможем одолжить посуду. Моя кухня в вашем распоряжении, и от чая я бы не отказался. Но если серьезно, я жалею о том, что когда-то проявил трусость и не побеседовал с Борхесом. Он мой кумир. Он, думаю, лучший писатель 20 века. Конечно, следовало бы быть храбрее, но тогда я подумал, «Господи, я с той же молод, насколько он мудр. О чем ему со мной разговаривать?» Подобная дистанция существует всегда. Дело было не в Борхесе, а во мне самом. «Сегодня на улицах я вижу людей, которые узнают меня и шепчут. Они бы рады подойти и заговорить, но за редким исключением не решаются». Вот, кстати, вы же поддерживаете непрерывный контакт со своими читателями и почитателями. Необычайно активны в социальных сетях. Являетесь владельцем одного из самых популярных твиттер-аккантов в мире. И подписчиков у вас, между прочим, больше, чем даже у Далай-Ламы. Каково осознавать, что, брось вы любой клич или призыв, миллионы людей со всего мира ринутся исполнять? Я проводил среди подписчиков опросы на тему депрессии и супружеских измен, например. Их ответы помогли мне в написании новой книги. Я ценю возможность обмена знаниями. Вы писали, что в наиболее значимые, важные моменты жизни человек одинок. А в процессе творчества, вдохновения, ощущаете ли вы чье-либо невидимое присутствие? На этот вопрос нелегко ответить. Когда ты пишешь, ты впадаешь в своего рода транс. Ты не думаешь, не анализируешь. Ты там. Твои пальцы сами набирают текст. Стоит в этот момент о чем-либо задуматься, и все. Размышлять полезно на следующий день. Как правило, мой первый черновик на 4-5 страниц длиннее финального. Это из-за навязчивого желания пояснить каждое слово. Так что правила просты. Делать ставку на сообразительность аудитории. Быть конкретным и немногословным. И оставлять простор для воображения. Потому что главный инструмент читателя – воображение. Во всех прочих медиа оно не требуется. Тебе и так все покажут. А в этой связи как вы относитесь к иллюстрациям в книгах и экранизациям? Я их запретил. Однажды в начале своей писательской карьеры я продавал права на алхимика. Вам знаком термин? Синдром красной ковровой дорожки. Вы никому не известный писатель. И вдруг ваша книга становится мировым бестселлер. Перед вами расстилают ковровую дорожку. О боже, я велик! Думаете вы и идете по ней в Голливуд. Там вы продаете права на книгу, а после понимаете. Боже, зачем я это сделал? Героиня книги Брида говорит, я женщина и свои чувства не анализирую. Когда вы создаете женские образы, являясь при этом протагонистом, анализируете ли вы свои чувства? И что для вас органичнее – писать от лица мужчины или женщины? Зависит от книги. Я только что закончил новый роман под названием «Адюльте». И он написан от имени женщины. Есть книги вроде Бриды. Есть «На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала». С их помощью я развиваю и оживляю свою феминную сущность. Ее необходимо поддерживать. И я это делаю в процессе литературного творчества. А потом, оглядываясь на написанное, понимаю, как мужчина я могу быть чрезвычайно интересной женщиной. Вы писали, что как только нашли все ответы, изменились и вопросы. Не возникает ли противоречия между вами прежним и сегодняшним? А ваши читатели, готовы ли они принять нового вас? Или вам приходится подстраиваться под интересы постоянной аудитории? Читатель развивается так же, как и я. Мы растем вместе. И это позволяет мне не чувствовать себя одиноким. Чем больше у нас возникает вопросов, тем интереснее нам жить. А какие из ваших собственных вопросов на сегодняшний день остаются без ответа? Один из самых главных вопросов. Кто я? Я не знаю. Это классическая загадка сфинкса. Классический вопрос Эдипу. И я могу дать вам сотни тысяч вариантов ответа. Но в конечном итоге мы всегда останемся тайной для самих себя. И в конце жизни, ведь я верю в Бога, я убежден, что Господь задаст мне всего лишь один вопрос. Достаточно ли ты любил? И все. Вы знаете, я собиралась закончить на этом вопросе. То он из анкеты Марселя Пруста. Его постоянно задают знаменитым людям. Мол, что бы вы спросили у Бога? Я знаю, что вы когда-то представляли свой диалог с Богом. И даже задавали ему вопросы. И я действительно хотела поинтересоваться, что, по вашему мнению, Господь спросил бы у вас. А я вас случайно опередил. Это моя интуитивная женская часть. Понимаете? Я не обдумываю ответы и вопросов ваших знать не могу. Мне остается только реагировать по ощущениям. Пауло, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо, Мария. Спасибо моим российским читателям. Надеюсь, скоро встретятся с вами. Я вновь собираюсь в Россию. Не с официальным визитом. Этим я больше не занимаюсь. Но я люблю Россию и планирую приехать в ближайшее время анонимно. Как пройти в музей Астапа Бендера? Кому не требуется приглашение? И чего, по мнению Евгения Евтушенко, не хватает сегодняшнему поколению? Смотрите в кратком прочтении. Книжный магазин «Москва» на воздвиженке принял участие во Всероссийской ночи музеев с ежегодной акцией «Книжная бессонница». У нас открываются самые необычные музеи, которые будут работать только один вечер. Музей маленьких лебедей и музей бравого солдата Швейка. Поэт и прозаик Юрий Милославский представил в Москве свой новый роман «Приглашенная». Моя книга о любви, времени, смерти и душе. Евгений Евтушенко вернулся в Россию. Встречи больше, чем поэта с почитателями, прошли на основных литературных площадках столицы. Нам не хватает сейчас талантливых людей среди 20-летних. Александр Петрович Межуру замечательно сказал, что вся молодая поэзия сейчас похожа на хоровое исполнение сольной Арии Бродского. Очень здорово сказано. В нашей постоянной рубрике «Книги моей жизни» о своем читательском опыте и литературных предпочтениях рассказывают известные деятели отечественной культуры. Сегодня историями о любимых текстах поделится актер Евгений Миронов. Смотрите, мне так повезло, я так много работаю с великими авторами, что я не могу кого-то обидеть. Когда работаю на Достоевске, в данный момент я просто... Да, это мой кумир, мой друг, мой товарищ. Сейчас я читаю, предположим, Дину Рубину, потому что я снимаюсь по ее роману. В этот момент сейчас я полностью погружаюсь в роман «Синдром Петрушки». Это потрясающая литература, очень здорово. И, наконец, краткий анонс ожидаемых литературных событий и новинок. С 11 по 14 июня в Центральном доме художника пройдет 9-й Московский международный открытый книжный фестиваль, в рамках которого будет назван победитель городского конкурса «Почтению вслух». Одновременно с этим в Кейптауне открывается крупнейшая книжная ярмарка Африки. Она будет работать до 15 июня. Далее о книгах. В редакции Елены Шубиной выходит пояс Татьяны Толстой «Легкие миры». Автобиографическая история о попытке укрыться от сложностей российских 90-х в упорядоченной американской легкости. О том, как что-то постоянно мешает летать, о притяжении родной земли, грузе прошлого и тяжести на душе, читаем в самое ближайшее время. Также в продажу поступят маленькие женщины Луизы Олкотт. Роман, ставший классикой американской литературы, написан в 70-х годах 19 века. И с тех пор выдержал массу изданий, сценических постановок и экранизаций. Книга о пылкой и благородной юности, об истинных семейных ценностях, выходит в серии «Самые лучшие девочки». Воспитывает без назидания, возрастных ограничений не имеет. Прекрасно подходит для чтения вслух в домашнем кругу. Журналист теле и радиоведущий Владимир Соловьев с авторствия с политологом и экспертом в области российско-американских отношений Николаем Злобиным выпустили очередную актуальную книгу «Русский вираж. Куда идет Россия?». Этапы большого пути от Пуссирая до Крыма и Одессы, анализ пережитых потрясений и предполагаемые перспективы. Короче, все то, что занимает в последнее время мысли большинства граждан в провокационном изложении авторов-публицистов. С вами было прочтение программы о книгах и литературных событиях. До встречи и не спешите перелистывать страницу.